Вы слушаете чтение Библии. 25 апреля. Книга «Второзаконие» с 22 по 24 главы. Глава 22. Глава 22. Так поступай и с ослом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякой потерянной вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от этого. Когда увидишь осла брата твоего или вала его упавших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. На женщине не должно быть мужской одежды. И мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий это. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти. А детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. Не засевай виноградника своего двумя видами, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Не паши на воле и осле вместе. Не надевай одежды, сделанной из разных волокон, из шерсти и льна вместе. Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься. Если кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет, «Я взял эту жену и вошел к ней, и не нашел у нее девства», то отец от раковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства от раковицы к старейшинам города, к воротам. И отец от раковицы скажет старейшинам, «Дочь мою я отдал в жены этому человеку, и ныне он возненавидел ее». И вот он возводит на нее порочные дела, говоря, «Я не нашел у дочери твоей девства, но вот признаки девства дочери моей», и расстелят одежду перед старейшинами города. Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его, и наложат на него взыскание в сто сиклей серебра, и отдадут отцу от раковицы за то, что он пустил худую молву о девице израильской. Она же пусть останется его женой, и он не может развестись с нею всю жизнь свою. Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у от раковицы, то от раковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти. Ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовала в доме отца своего, и так истребезло из среды себя. Если найден будет кто, лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину, и так истребезло из Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с ней в городе и ляжет с ней, то обоих их приведите к воротам того города, и побейте их камнями до смерти. А траковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего, и так истребезло из среды себя. Если же кто в поле встретится с траковицей обрученной и, схватив ее, ляжет с ней, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с ней, а траковице ничего не делай. На траковице нет преступления смертного, ибо это тоже, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. Ибо он встретился с ней в поле, и хотя от траковица обрученная кричала, но некому было спасти ее. Если кто-нибудь встретится с девицей не обрученной и схватит ее и ляжет с ней и застанут их, то лежавший с ней должен дать отцу от траковицы пятьдесят сиклей серебра, а она пусть будет его женой, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с ней. Никто не должен брать жены отца своего и открывать край одежды отца своего. Глава двадцать третья У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господнее. Сын блудницы не может войти в общество Господнее, и десятое поколение его не может войти в общество Господнее. Аммонитянин и маовитянин не могут войти в общество Господнее, и десятое поколение их не может войти в общество Господнее вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вышли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виора и Спифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. Не желай им мира и благополучия во все дни твои, вовеки. Не гнушайся и думеянином, ибо он брат твой. Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его. Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господнее. Когда пойдешь в поход против врагов твоих, береги с всего худого. Если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан, а при наступлении вечера должен омыть тело свое водой, и по захождении солнца может войти в стан. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое. Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои, а поэтому стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего. Пусть он у тебя живет среди вас, пусть он живет на месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится, не притесняя его. Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост. А брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих? Соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему, добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосье руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего. Глава двадцать четвертая Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и этот последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет этот последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жены, после того, как она осквернена, ибо это есть мерзость пред Господом Богом твоим, и не порочь земли, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел. Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял. Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова, ибо таковой берет в залог душу. Если найдут кого, что он украл кого-нибудь из братьев своих, из сынов Израилевых, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти, и так истреби зло из среды себя. Смотри, в язве проказы тщательно соблюдай и исполняй весь закон, которому научат вас священники-левиты. Тщательно исполняйте, что я повелел им. Помни, что Господь, Бог твой, сделал Мариамии на пути, когда вышли из Египта. Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу. Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея у себя залог его. Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя. И тебе поставится это в праведность пред Господом Богом твоим. Не обижай наемника, бедного и нищего из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей и в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его, чтобы он не возопил на тебя к Господу и не было на тебе греха. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Не суди превратно пришельца, сироту и вдову, и у вдовы не бери одежды в залог. Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь, Бог твой, освободил тебя оттуда. Поэтому я и повелеваю тебе делать это. Когда будешь сжать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, нищему, сироте и вдове, чтобы Господь, Бог твой, благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской, поэтому я и повелеваю тебе делать это. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской, поэтому я и повелеваю тебе делать это. Для того, чтобы вам приходило каждый день чтение Библии, нажмите «Подписаться», а потом на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok